здравствуйте друзья письмецо зачитываю здравствуйте михаил пишет вам алексей из спокойного живописного городка стороженец что в черновицкой области украина мне 26 лет я гитарист музыкой занимаюсь с детства преподавал несколько лет музыкальной школе после чего по собственному желанию уволился так как мои идеи никак не вписывались программу зарплата преподавателя в гитаре у нас 90 долларов в месяц это 90 долларов еще он идеями так конечно теперь в течение уже нескольких лет занимаюсь подработкой через интернет молодец где текст напишу где аранжировку подберу слушаем реально молодец есть успехи но сейчас осознаю что на такие подработки нельзя полагаться и теперь подумываю над тем чтобы стать программистом а музыка останется просто приятным увлечением музыкальное творчество приносит мне огромное удовольствие удовлетворение но с другой стороны люблю изучать что-то новое и почему бы этому новому не быть еще и прибыльным да смотри-ка как говорят что не голова целая синагога то есть сколько мыслей хороших смотрю ваш канал уже несколько лет нестабильно но время от времени набираю в поисковике посмотреть как там дела у вас что нового спасибо все ничего особенно повлияло на меня ваше видео про follow direction смотрел его много раз восхищает ваша работоспособность моя самоотдача как на ютюбе так и на форуме освоить программирование мне кажется это реальный путь компьютер есть желание есть время есть такого и вообще молодой парень чё ему не освоить конечно понимаю что вы меня не знаете лично и не можете отвечать за меня но встречались ли случаи когда человек с ноля начал изучать программирование и английский и через два-три года такой усиленной работы уже смог эмигрировать сша и найти себе работу по специальности если есть такие приведите побольше таких примеров в одном видео чтобы включать его в трудную минуту в качестве вдохновения ведь я конечно не музыкант но тоже вдохновляют смотри могу большое спасибо за работу которую вы делаете для всех нас ну давайте мы порассуждаем на тему тема хорошая думая над письмом над вопросами которые задал нам алексей из города стороженец я вспоминаю хохмочку про веник и его ручку состоящую из многих соломинок ну или там как этот предмет называется значит вот если пытаться сломать ручку веника то это довольно сложная задача она очень крепкая но если ручку веника ломать по одной соломинки то там и делать нечего но может какое-то время нужно но не усилия минимальные уже одна соломинка ломается легко так вот у нас примерно такая же штука получилось то есть алексей целый веник намотал вместе то есть один один прутик у него состоит в том чтобы иммигрировать с помощью этого третий прутик у него состоит том что он хочет сделать там не за 10 15 20 лет а вот буквально за два-три года четвертый прутик состоит в том что образование то у него абсолютно не инженерное не не такое образование с которым ему визу дадут потому что рабочую визу то он же чтобы получить должен не просто найти работодателя может быть найдется какой-то замечательный работодатель который его возьмет и с двумя годами опыта но дальше то что ему просто не дадут визу потому что у нее нет адекватного образования которое должно быть под рабочую визу и там много еще прутиков не таких заметных то есть даже если бы все эти прутики сошлись там или как-то обломались значит остается еще лотерею там проскочить которые присутствуют в получении рабочих виз там и так далее короче становится такой хороший значит веник как сказать не сломать его никогда никому ни за что не при каких обстоятельствах то есть веник просто убойный вот но можно по частям подойти тогда получается что в общем-то не не так сложно все значит безусловно молодой парень может научиться программирование и найти работу ну хотя бы дома для начала там там где он живет начать как бы восстановиться специалистом это не так не так быстро происходит эти даже если чек способный и увлеченный но если он как бы с очень высокого старта начинает то есть он не получил образование профессионального это же тоже надо как-то компенсировать то есть он конечно может работать но наверное ему надо поучиться параллельно с этим и получить формальное образование по компьютер сайенс с тем чтобы решить вопрос с иммиграционными делами впоследствии и и для того чтобы понимать что ты делаешь тоже то есть конечно можно там знаете есть люди которые программируют без того чтобы много знать и так вроде какой-то код даже пишет он вроде как-то даже работает так но но серьезного они ничего сделать не могут они так вот по мелочи есть такое программирование по мелочи вот есть тестирование по мелочи а есть программирование по мелочи есть администрирование по мелочи вот есть вот эти вот и некий щеки да которые как бы администрируют вот на этом уровне там пресс и некий вот он подошел там и нажал молодец вот есть и никей щеки программисты есть и никей щеки тестеры есть есть вот такие люди но но это не тот уровень когда тебе делают рабочую визу поэтому я не уверен насчет двух-трех лет надо было бы если мы говорим про профессиональную миграцию и вот другие пути пока не рассматриваем профессиональную миграцию значит и программировать за два-три года можно научиться неплохо и английский при этом подтянуть причем они так как бы тяготеют друг другу потому что программисту нужно много читать там на английском языке приходится просто по работе там документацию и так далее поэтому значит и язык и программирование подтянет я думаю без проблем если он хочет иммигрировать из исключительно с помощью рабочей визы тогда он должен был бы найти какую-то ускоренную программу позволяющую ему получить бакалавра по компьютер сайенс каким-то ускоренным путем но может быть не обязательно ему учиться там четыре года может быть можно за два я не знаю вот я делал пару дней назад репортаж с ребятами которые приехали в москву в москву из москвы приехали учиться в чикаго и в москве у них было образование по экономике а в сша они получают его по компьютер сайенс и у них это занимает здесь два с половиной года но уже мастера не бакалавра уже на мастер поэтому ну что сказать значит наверное есть какие-то ускоренные программы я я не сомневаюсь что есть есть заочное образование заочное с точки зрения рабочей визы и вполне устроит ну или вечерняя я не хочу в это лезть глубоко но вот если упираться именно в рабочую визу то вот это был бы путь но может быть там года за четыре бы это все решалось то есть все технические препятствия бы устранились оставалось бы найти только работодателя но за четыре года с четырьмя годами опыта у них безусловно нашелся бы какой-то работодатель дальше мы если ничего не поменяется вот по сравнению с тем как сегодня это есть опять возникают проблемы там с этими квотами и с лотереями когда на всех не хватает там этих рабочих виз и так далее хотя я очень рассчитываю что вот как раз эту часть более менее разрешат потому что в общем как-то был такой вектор в сторону такой комплексной иммиграционной реформы не знаю что дальше будет но но вектор такой был и собирались увеличить значительно эти квоты в общем то есть это как бы в воздухе висит и должно произойти я думаю значит теперь если мы начнем веник разбирать попал по палочкам по веточкам там по по соломинкам поэтому значит чего у нас должно произойти мы должны были бы отделить иммиграционную часть от профессиональной и сказать себе что иммиграция не ограничена исключительно профессиональной иммиграции есть разная иммиграция поэтому ну например вот например он он мог бы алексей мог бы приехать соединенные штаты по там не знаю туристической визе обратиться за политическим убежищем например и и вот эти вот этим путем и тогда даже поработав годик например программистом дома у себя он бы уже легко нашел работу в сша и дальше может так профессионально там на месте развивался и так далее и вот весь этот его план который там два-три года он себе там нарисовал с получением рабочие визы тогда этот план и за два-три года может быть и быстрее реализовался бы мимо рабочие визы а вот через какой-то другой канал иммиграции это неважно может быть может может быть женился на гражданке сша или там я даже не знаю воссоединился с мамой которая там вышла замуж а она гражданка я не знаю люди люди по-разному попадают страну но вот эта завязка профессиональная с завязкой иммиграционной рабочей визы да вот она очень тяжелая над цементирует все эти веточки вот в одну такую не прошибаемую ручку которую не согнуть и не ну ничего не сделать нельзя уж за два-три года так точно может быть и за 45 не так просто понимаете поэтому вот моё как бы такое видение то есть мне с одной стороны импонирует энтузиазм молодого чека и как бы креативность такая там и так далее вот плюс он как бы в чудеса верить что неплохо это неплохо потому что он может приземлиться немножко так и и дальше двигаться почти если которые вообще ни во что не верят их невозможно оторвать понимаете от не от чего они они не парят вот они там закопались и все ничего сделать нельзя в данном случае как бы это неплохо что он немножко так может быть идеализирует весь этот процесс но в таком возрасте как у него там 26 лет господи так а что есть такое в жизни чего нельзя было бы вот реалистично добиться если тебе 26 лет ну наверно есть что-то я не знаю какие-то вещи но он он совершенно даже не идет какие-то забиральные области он вполне такого реального хочет осязаемого понятного достижимого вот так что немножко бы конечно вот лучше бы ему ориентироваться в пространстве но мы собственно этим и занимаемся вот мы его немножко пытаемся сориентировать в пространстве вот и вперед может быть ему легче будет найти что-нибудь в европе я я не знаю какие правила в европе для того чтобы там например получить работу может быть там не нужно высшего образования по специальности там и так далее может быть может быть проще то есть там в ирландии где-нибудь поработает или там в германии например так тоже неплохо вот и пусть там пока себе работает пусть пока себе продолжает получать там образование и пусть пока себе там значит присматривать что-то в соединенных штатах если так уж к рабочей визе сильно привязался хотя я лично не думаю что допустим плохо работать программистом в ойландии в германии в голландии того ли где-нибудь еще вот вот там какой стране евросоюза в чехии много работы вот сейчас там много наших ребят работает поэтому так так мне кажется вот так что я думаю что реальный как-то так лучшее что там в руках чем журабль в небе там синица синица в руках вот это европейская синица может оказаться ничуть не хуже чем допустим американский журавль который в небе вот если европейская синица в руках я хочу сказать что-то синица очень сравнимая с тем журавлем знаете не такая уже она и синица вот если сравнить рядышком так положить так вот машина там такая целая курица вот так что во многих отношениях я думаю человеку в европе может быть даже и комфортнее вот с точки зрения там социальных программ как-то вот поддержки со стороны общества и так далее вот может может быть так как-то он прикрыт больше защищенность такая может быть хочется этого так что может быть и так в общем я желаю алексею чтобы он поскорее разбирался в том чего он на самом деле хочет и каким путем он к этому пойдет и я хочу со своей стороны выразить уверенность и приободрить его в том смысле что если он этим путем захочет идти то в общем то это все достижимо реализуемое ему не будет просто легко ему не будет но если это то чего он хочет ему будет радостно на этом пути эти радостный путь это не тот который легкий радостный путь и тот который соответствует твоему предназначению твоим стремлениям твоим ценностям жизни и тогда поэтому он так вот мне кажется мог бы мог бы идти вот этим путем счастливо